Не устраиваться на новую работу и не начинать новых отношений. Такие советы дают астрологи в период коридора солнечных затмений, который начался 25 октября. Снижена внимательность, концентрация. И так или иначе люди могут принимать какие-то импульсивные решения, которые в дальнейшем в каком-то смысле негативно могут повлиять на их судьбу. Но с другой стороны, время коридора затмений – это хороший период для завершения каких-то процессов. В России частное солнечное затмение можно увидеть на территории от Калининграда до Красноярска. Оно будет неполным. Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию, и спутник нашей планеты отбросит на Землю полутень. Люди по-разному относятся к этому явлению. Солнечные затмения на себе никак не ощущаю. В порядке себя чувствую. Тоже слышала, читала, что ожидает солнечное затмение, но не ощущаю на себе. Я слышала, что сейчас начнется коридор затмений, но на себя не ощущаю. Солнечное затмение я на себе не ощущаю. Мне все хорошо, прекрасно. Возможно, в настроении какие-то изменения все-таки есть. Так, более чувствительные. Что-то раздражает, наверное, больше. Бублик, ты знаешь, какие-нибудь приметы, связанные с солнечным затмением? Нет? Никаких? Есть какие-нибудь идеи, что бы ты мог рассказать про это? Тоже не знаешь. Видите, ни я, ни он не знаем. Коридор затмений – это череда лунных и солнечных затмений подряд за короткий период времени. Считается, что он влияет на разные сферы жизни. Классический вариант – спокойно прожить этот коридор затмений, наблюдать за своим эмоциональным состоянием, за своей психикой. Если неустойчивое настроение, то лучше обращаться к психологу, потому что это самое лучшее время для работы с психотерапевтом. Очень глубоко идет весь процесс. К сожалению, пасмурная погода, которая установилась в областном центре в день солнечного затмения, не позволила самарцам увидеть редкое природное явление. Продлится коридор солнечных затмений до 8 ноября и завершится затмением Луны. Светлана Тимофеева, Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.